Телекомпания ЖИЗА представляет Здравствуйте, дорогие любители фототехники! Сегодня я хочу познакомить вас с новым молниеносным фотоорудием. Это Polaroid 636 Close-Up. Произдана данная модель в Великобритании. Давайте посмотрим, что же там внутри. В эфире телепередача «Новые открытия». Итак, что мы видим? Коробка синяя. Сбоку большой логотип Polaroid. Фотографии девушки. По фотографиям видно, девушка не из наших краев. Но симпатичная. Маленький нюанс. К фотокамере нужно докупить вот такой вот комплект фотокатриджей с батареей. Но об этом немного позже. Итак, открываем коробку. Приятный целлофановый пакет. Также данный экземпляр дополнен вот такой инструкцией. Инструкция на нескольких языках. Английский, французский и итальянский. Если вы языка не знаете, можете позвать на помощь соседей, которые переведут вам эту инструкцию. На изучение данного аппарата может уйти от двух дней до недели. Но в целом аппарат довольно-таки понятный. Итак, снимаем целлофан. Вы спросите, где же фотокамера? А вот этот серый угловатый кубик и есть фотоаппарат. Легким движением руки кронштейн переводится в рабочее состояние. Вуаля! Камера готова к использованию. Рекомендую хранить фотокамеру в целлофане. Так дольше сохраняется ее целостность и приличный внешний вид. Теперь о кассете с фотокарточками. Как я и говорил ранее, их нужно докупать отдельно. Давайте откроем и посмотрим, что там для нас приготовили. Фольга. Помимо кассеты, собственно, с фотокарточками для моментальной печати фотографий, здесь еще подразумевается батарея для заряда камеры и фотовспышки. Черное приятное на ощупь и на запах. Вот, собственно, мы видим этот элемент питания, из-за которого эти кассеты стоят немного дороже привычных нам пленочных катушек. Итак, берем кассету. Сверху видим защитную карточку, которая автоматически выйдет после того, как вставим кассету в прибор. Значит, сбоку, вот здесь на камере, есть кнопка. Ее нужно выдвинуть вперед. И открывается кассета-приемник. Видим, что здесь используются кассеты 600-й серии. Берем кассету, значит, стороной, где находятся контакты с батареей. Вниз вставляем кассету в фотокамеру. Вставить кассету нужно до полного защелкивания, чтобы передний край крышки кассеты немного приподнялся. После этого мы закрываем крышку, и происходит следующее. Защитная карточка выезжает, и наша камера готова к использованию. Можно услышать характерный звук. Эта вспышка заряжается от батареи. Все, камера готова к использованию. Чтобы сфотографировать, нажимаем спусковой крючок сбоку. Большая кнопочка для фотографий со вспышкой. Маленькая кнопочка, которая ближе к нам, для фотографий без вспышки. Прежде чем фотографировать, внимательно посмотрите в видеоискатель. И убедитесь, все ли гости за столом или на природе влезают в ваш кадр. После этого можно делать снимок. Постарайтесь заранее придумать композицию у себя в голове, чтобы не получился бракованный кадр. Кассеты дорогие, поэтому расходуйте их с умом. Значит, после спуска и вспышки должна появиться вот отсюда фотокарточка. Ну, по крайней мере, так заявляет завод-производитель. Давайте попробуем сделать первую фотографию. На эту чудо-машину. Вот. Главное, быстро спрятать эту фотокарточку в темное место, чтобы пленка проявилась лучше и была ярче. Подождем. Нужно подождать. Вот такой вот незатейливый автопортрет у нас получился. Прекрасная экспозиция. Все видно в кадре. Ну, а теперь конкурс. Значит, подписывайтесь на наш абонентский ящик YouTube и пишите нам письма со своими самыми необычными фотоснимками, сделанные на такую камеру. Интересные, смешные, как у вас выйдет. А мы посмотрим почту и выберем самый смешной вариант, автор которого получит вот эту вот камеру с целой упаковкой новых кассет. До новых встреч! Открывайте новые вместе с нами. И удачной фотоохоты, друзья. С вами был Папа Техник. Люда, закрой окно, мне по ногам дует. Редактор субтитров А.Семкин